В этом коротком видео мы с вами будем разбираться, что же такое нейрографическая линия, как ее правильно вести и что такое сопряжение. Итак, начнем с нейролинии. Нейрографическая линия это такая линия, которая не повторяет себя ни на одном из участков своего движения и мы ее ведем туда, где не ожидаем увидеть. Начнем с первой части. Что значит, она не повторяет себя ни на одном из участков своего движения. Когда мы рисуем нейрографическую линию и затем возьмем, поделим ее на некоторые участки, произвольные абсолютно участки, то сравнив каждый из этих участков, вы увидите, что они будут абсолютно разные. То есть линия не повторится ни на одном из участков своего движения. И как же правильно вести линию так, чтобы этот принцип соблюдался? Давайте начнем вот здесь вот такое отступление сделаем. Я прям проговорю, что нейрографика и введение нейрографической линии это абсолютно осознанная практика. То есть мы не отпускаем свою линию, свою руку гулять по листу так, как ей вздумается. Это не интуитивное рисование. Мы ни в коем случае не закрываем глаза, когда ведем нейрографическую линию. Наше внимание сосредоточено на кончике нашего маркера и на контроле своих внутренних ощущений, когда мы ведем эту линию. Вы можете сейчас попробовать прям сразу со мной. Когда мы ставим маркер на лист и уже готовы приступить к рисованию, нам очень важно спросить себя. Хорошо, а вот куда я сейчас хочу повести свою линию? Куда? Какое направление я сейчас ей хочу задать? Ловим это ощущение внутри себя, куда нам хочется вести. Допустим, куда-то вот так вот наверх по диагонали. И слегка осознанно, слегка меняем направление движения линии. То есть не туда, куда нам хочется. Не в противоположную сторону строго, не как-то не влево, не вправо. Нет правил. Просто слегка меняем это направление движения. Чуть-чуть не туда, куда нам хочется. Провели, остановились, снова спросили себе. А теперь куда нам хочется повести линию? И вновь меняем свою траекторию движения линии. И вновь, вновь, шаг за шагом мы отслеживаем. Куда нам хочется. И слегка меняем свое движение руки. Делаем это максимально часто, насколько можем. Да, давайте так, чтобы уловить вот этот принцип движения. То есть главное чуть-чуть повести линию не в том направлении, куда просится она. Слегка не туда, куда она просится. Если мы начнем менять просто в противоположную сторону, то вероятнее всего мы получим вот такую вот извилистую линию. Волнистую извилистую линию. Очень часто как раз эта ошибка самоглавная. И наблюдается в работах, да, когда линия просто уходит в волну. То есть мы просто вверх-вниз, вверх-вниз. Но по сути мы повторяем один и тот же паттерн поведения, паттерн движения в своей жизни. Волна может быть чуть чаще, чуть вот такая более растянутая, да. Или в принципе довольно-таки вот прямые линии, да. Достаточно прямые линии, просто какие-то плавные линии. Они не являются нейрографическими. Нейрографическая линия, она требует контроля, постоянного контроля, осознания и управления этой волной. Таким образом мы заходим в то для нас непознанное, да, в ту неизведанную нами часть нашего бессознательного, где мы ещё не были. И там мы прокладываем новые связи, нейросвязи, да, то есть формируем новые паттерны поведения. Потому что если мы, смотрите, если мы отпустим свою руку и позволим ей идти, вот как ей вздумается, то она нас поведёт просто привычными тропами, уже проторенными дорогами, по которым она ходит из раза в раз, да. А движение руки, по сути, это проекция наших стереотипов поведения, некоторого нашего образа мысли и так далее, да. То есть каждая линия — это проекция мысленности. То есть мы просто повторяем привычный для нас ход, привычное для нас поведение. А если мы повторяем привычное поведение, то мы никогда не получим новых результатов. То, к чему, собственно, мы и стремимся. Давайте ещё разочек пройдёмся. Спрашиваем себя, куда хочу, и чуть-чуть меняем. Спрашиваем и меняем направление слегка. Меняем направление спрашиваем и слегка меняем направление. Спрашиваем, меняем. Постоянно-постоянно держим этот контроль. Постоянно-постоянно осознаём то, куда мы ведём свою линию. Итак, хочу вам дать ещё такое небольшое упражнение для того, чтобы просто уловить вот этот принцип, да, отследить, как мы реагируем и как менять. Можете взять чистый листочек бумажки, взять маркер, и поставьте точку на лист, поставьте ваш маркер на лист и спросите, куда я хочу вести свою линию сейчас, куда я хочу провести линию. Допустим, хочу вот сюда. И я осознанно веду её в другом направлении. Прямо такой большой, большой такой розчерк. Нам сейчас главное уловить сам принцип, да, как мы это контролируем. И вновь спрашиваем, а куда я хочу? Допустим, хочу сюда. Я вновь меняю своё движение. Куда я хочу? Сюда. Я вновь меняю своё движение. Куда хочу? Сюда. Я вновь чуть-чуть меняю своё движение. Куда хочу? Меняю. Куда я хочу? Меняю. Куда я хочу? Меняю. Куда я хочу? Меняю. Куда? Меняю. И вот так вот. Просчёркивайте листочки. Поймите принцип и посвятите за тем, как реагирует у вас все внутри на такое изменение желаемого движения. То есть на вот такой вот принцип введения, изменения направления линии. Маленькое упражнение, как домашнее задание можете. Ну и конечно в продолжение, то есть в практику берите, рисуйте нейролинии, тренируйтесь. И еще один элемент, который я вам хочу показать, это принцип сопряжения. Когда мы рисуем с вами работу, у нас с вами на листе получается довольно много пересечений линий. И эти пересечения образуют уголочки. Уголочки это некоторый поднятый конфликт, противоречие. То есть это состояние остроты, накала. И когда мы поднимаем вот эту остроту и накал в нашей теме на поверхность, наша задача потом вывести этот конфликт в решение. То есть в гармонию, в некоторое состояние спокойствия, принятие, гармоничное состояние. Для этого мы уголочки должны сопрячь. Что значит сопрячь? Сделать гладенькими. Прямо сгладить максимально. Мы как будто бы внутри уголочка рисуем такие улыбочки, которые превращают остроту угла в плавное течение. Еще говорят сглаживаем. То есть делаем острое гладким, мягким. Вот как раз здесь пробуйте выполнять сопряжение, сглаживание маркером более тонким. То, о чем я вам говорила. Старайтесь избегать всевозможных заусенчиков. Вот таких вот. То есть если вы видите, что у вас где-то выскочил заусенчик, просто продлите линию. И сделайте сопряжение. Еще в сопряжении есть такой, на мой взгляд, важный очень момент, когда на тонких линиях пересечения мы делаем, допустим, очень маленькое такое совсем-совсем вот еле заметное сопряжение, да? И у нас получается... Живайтесь, наверное, сейчас будет удобнее. У нас получается как будто бы такой узел. Толстенький такой узел. А дальше линия вновь тоненькая. Здесь старайтесь тоже, чтобы плавно увести, плавно увести вот эту толщину, линию, чтобы переход был максимально мягким, да? То есть здесь сродни воронке, когда слишком толстая, уходит слишком тонкая. И создается некоторый застой, да? Застой нам, в принципе, не нужен. Узелки нам тоже не нужны. Аккуратненько, аккуратненько чуть утолщите вот этот переход. Не создавайте, пожалуйста, узлов и заторов. Ну так, можно плавненько перевести. Линию, чтобы все было гармонично и аккуратненько. Делайте просто чуть момент сопряжения побольше. Ну и, соответственно, заданием вашего текущего урока является тренировка нейролиний и сопряжение.